Быть тебе близко, еле дышать Буду, чтоб тебя не будет, чтоб тебя не будет Расцепать, я в тебе буду целовать Горячие умы буду мутять Только чтобы ты говорил, чтобы ты говорил Моё притяжение, особенно сильное Твои ощущения, такие красивые Моё притяжение, так тянет тебя ко мне Так тянет тебя ко мне Моё притяжение, особенно сильное Твои ощущения, такие красивые Моё притяжение, так тянет тебя ко мне Так тянет тебя ко мне Моё притяжение Твои ощущения, моё притяжение, так тянет тебя ко мне Разгадать, все твои тайны, совпадать, совпадать Идеально не упускать Необыкновенно любить Здравствуйте, дорогие друзья Я Красовский Сергей, подростковый психолог Сердечно хочу поздравить всех прекрасных наших замечательных дам с наступившим праздником весны, красоты, счастья и здоровья Сразу все в одну кучу смешал И знаете, дорогие мои, я хочу вам пожелать, наверное, никто вам этого не желал на праздник Я хочу вам пожелать гармонии с вашим ребенком или с вашими детьми, если у вас несколько деток На мой взгляд, для мамы это самое-самое главное Научиться быть гармоничной и в отношениях с детьми тоже сохранять вот эту гармонию То есть ее достичь и сохранять Вот я вам искренне желаю, чтобы в этом прекрасном 2022 году у вас-то получилось И я готов к этому немножко даже приложить руку И хочу вам дать один такой, ну на мой взгляд, достаточно ценный совет Очень часто бывает, сейчас обозначу проблему, чтобы было понятно, к чему, собственно говоря, совет-то даю Часто бывает, что наши дорогие детки, ну в силу своего подросткового возраста Застревают в негативных переживаниях Там математичка двойку поставила Подруга нахамила, я не знаю Любовь там несчастная, еще что-нибудь И наши дети, наши подростки, они застревают вот в этом состоянии негативном Ну, нехорошо и неплохо У нас центров тревоги в головном мозге в 7 раз больше, чем центров удовольствия Поэтому если постоянно быть в негативе, тут, собственно говоря, ну не так-то просто от него и избавиться Особенно если всегда есть повод для расстройства, для беспокойства Я думаю, что мы взрослые люди, это очень хорошо понимаем Так вот, для того, чтобы негатива стало меньше Нужно сделать важное упражнение и периодически к нему возвращаться Упражнение называется «За что я благодарен судьбе?» Я вам рекомендую, уважаемые взрослые, сделайте сначала сами Ну вот как бы я его сделал, да, за что я благодарен судьбе? Я благодарен судьбе, что у меня есть люди, которые меня слушают, для которых мои советы являются ценностью Я благодарен судьбе, что у меня есть прекрасные дети Я благодарен судьбе, что у меня есть крыша над головой Я благодарен судьбе, что несмотря на то, что мне 51 год, у меня еще нормальное здоровье Ну, для моего возраста, так точно Нормальное зрение, нормальный слух, зубы все на месте, как видите. То есть список благодарности судьбе, за что я мог бы быть благодарен, просто как личность, как Сережа Красовский, он достаточно большой. И я периодически обращаюсь к этому списку. Вот, дорогие мои, вот вам задача, как родителям, сначала самостоятельно написать этот список. Переключите свое внимание с переживаний, с опасений, с обсуждений, которые сейчас творятся в социальных сетях относительно известных вам событий. Не хочу сейчас этого касаться. И вот покажите вашим детям, что на самом деле ты можешь очень быть за многое благодарен судьбе. Как вы знаете, у меня здесь в Тольятти регулярно проходят очные занятия с детьми в возрасте от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Тут у меня две группы, старшая и младшая. И вот со старшей группой я недавно сделал это упражнение. Одна девочка написала сходу 25 пунктов. И я увидел, насколько засветились ее глаза счастьем. И остальные ребята тоже были вдохновлены. Они буквально на крыльях ушли с тренинга, потому что я сделал это упражнение финальным. За что я могу быть благодарен судьбе? Я говорю, ребята, пишите все. Вы можете ходить, и вам кажется это легко и просто. А есть люди, которые с трудом ходят. Причем люди вашего возраста. У вас у всех хорошее зрение, никто не в очках. А есть люди, которые ходят в очках, у них плохое зрение. А еще у вас одежда. Посмотрите, вы нормально все одеты. На вас хорошие теплые ботиночки, потому что на столяте сейчас холодно. На вас нормальная одежда. Вы не ходите в каком-то там рванье. Нормальные куртки, нормальные шапки и так далее. У каждого из вас есть своя комната. Цените это. Поблагодарите судьбу за это. Напишите, я благодарен, что у меня есть своя комната, я благодарен, что у меня хорошее зрение, я благодарен, что у меня есть отличная одежда и обувь, я благодарен, что мои родители веселые люди. Помогите вашему ребенку после того, как вы сами сделаете это упражнение, помогите вашему ребенку сделать это. Конечно, если у вас ребенок осознанный, ну хотя бы в какой-то степени, ребенок должен сделать упражнение сам. Напоминаю, что нужно сделать 100 пунктов за 2 дня. То есть 2 подхода, 3 подхода в течение 2 дней написать 100 пунктов. И периодически к этому списку возвращаться, вот в чем прикол. И когда кажется, что жизнь не мила, когда кажется, особенно в подростковом возрасте, я очень хорошо помню, когда вот эти 90-е, на улицах тут тольятти стреляли, постоянно кого-то убивали, каких-то то бандитов, то не бандитов, предпринимателей. И мне тогда было там 17 лет, 16 лет, и никто меня не мог научить вот этому простому упражнению для того, чтобы я переключил свое внимание. Поэтому я и мои друзья, и мои подружки, подруги, прошу прощения, все мы находились в негативе, мы находились в страхе. Сейчас есть у современной молодежи свои страхи. Еще раз говорю, центров тревоги в головном мозге в 7 раз больше, чем центров удовольствия. Нам не нужно никакой дополнительной энергии для того, чтобы расстроиться, обидеться, поссориться, испугаться и так далее, и так далее. Нет, дополнительная энергия, это легко происходит. У нас так устроены наши тела, не хорошо и не плохо. К этому нужно отнестись спокойно и систематически возвращаться к списку, за что я могу быть благодарен судьбе. То есть сконцентрировать внимание не на том, чего нет. Не хватает денег, не хватает пятерок, не хватает друзей, а на том, что есть. Есть прямо сейчас. На это нужно сконцентрироваться. И тогда этого станет еще больше. Дорогие мои друзья, я душевно благодарю всех за внимание, и тех, кто смотрит меня в прямом эфире, и тех, кто посмотрит меня в записи. Я хочу обратить внимание вот на что. С 23 марта у меня начинает работу вторая коуч-группа взрослых людей. То есть это специально для уважаемых родителей. Коуч-группа, которая будет длиться два месяца. Восемь занятий. Раз в неделю мы будем собираться, обсуждать текущие проблемы воспитания детей, корректировать их поведение. Я буду давать вам специальные психологические приемы для собственной осознанности, для собственного, скажем так, настроения на совершение вот этих вот важных родительских воспитательных моментов. Для того, чтобы у вас были силы, для того, чтобы у вас было здоровье, желание и энергия на достижение важной цели. Сделать их из наших детей, людей, которые смогут изменить жизнь в этой стране к лучшему. Пожалуйста, обратите внимание, если вам интересно, коуч-группа называется «Как наладить отношения с ребенком сегодня для его благополучия завтра». Вот такое длинное название, но оно точно отображает суть. Мы именно будем налаживать отношения с нашими детьми, понимая, что завтра это принесет, вот эти наши сегодняшние усилия, завтра принесут отличные результаты. Мы вырастим лидеров, которые сделают эту страну еще лучше, еще сильнее. И если вам для этого нужна для понимания, пожалуйста, пишите мне, пишите мне в WhatsApp, пишите мне в Viber. Я свой номер телефона обычно всегда указываю в описаниях к видео. Если вы смотрите меня в ВКонтакте или в Инстаграме, тогда просто поставьте плюсик в комментариях. Я с вами свяжусь, мы назначим обязательно бесплатную консультацию, разберемся в сути вашей проблемы. Если вам будет интересно, я тогда вам предложу участие в коуч-группе. Ну, если нет, значит нет, тогда просто расстанемся добрыми друзьями. Никто никому ничего не должен. Это такой мой вклад в общество, если можно так выразиться. Еще раз благодарю всех, кто меня смотрит, будет смотреть и посмотрит когда-нибудь. Счастья, здоровья, успехов! Счастья, здоровья, успехов!